С завтрашнего дня не только начинается учебный год, но и заканчивается купальный сезон. О том, что это значит, Ольга Пырочкина. Аида Александровна с подружками на центральном пляже посетители постоянные. Дамы явно жалеют, что погода сегодня свернула в сторону осени. Ну там все равно плавают вот. Вот идет еще одна вот тут из нашей компании. Она вот искупалась. А не холодно сейчас купаться? Отлично! Женщины приглядывают друг за другом во время купания. Мусор на пляже не бросают. Увы, так ведут себя далеко не все. В целом, купальный сезон прошел хорошо, рассказывает начальник поисково-спасательного отряда. Но без происшествий не обходится ни один год. За этот период сезон летний у нас спасено 21 человек. Из них 16 детей. И эти дети, которые оставлены без родителей, без присмотра родителей. Они заходят в воду, не боятся. У них страха пока нет, они заходят в воду. Захлебывается и начинает тонуть. Михаил и его однокурсники по колледжу этим летом попробовали себя в качестве спасателей первый раз. Четырехдневный инструктаж и на дежурство. Увы, теоретические навыки сразу же пришлось применять на практике. Спас двоих детей. Тонули, вытащили, оказали медицинскую помощь. Окончание купального сезона означает, что спасатели перестают дежурить, а работники компании, которые обслуживают пляжи, больше не убирают их каждый день. Впрочем, не все горожане намерены также завершить сезон, как только наступит осень. Например, сирена Салеева. У меня свой транспорт, видите, я палками хожу здесь до родника и обратно, потом купаюсь каждый день. Вот как начались теплые эти самые, я купалась. Еще сентябрь буду купаться, если такая хорошая погода будет. Мне очень нравится. И оборудование замечательное. Вот хорошие скамейки поставили. Вот, иногда прямо на скамейках я делаю зарядку, утрешнюю даже здесь. Для таких, как Селена, в теплые дни спасатели еще будут выходить на пост, пообещали нашей съемочной группе. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Валерия Резюков, Республика.